Мера эта вынужденная. Только за минувшие выходные зафиксированы 102 факта загорания сухой растительности на территории нашей области. Всплеск спровоцировала сухая, теплая погода и нарушение правил особого противопожарного режима. Минувшие выходные стали лишним подтверждением того, что действующие меры борьбы со злоумышленниками не приносят ощутимых результатов. Пожары охватывают все больше территорий, для тушения которых приходится задействовать почти все силы. Граждане бьют тревогу, обращаясь к органам власти с призывом принять меры к нарушителям. После таких обращений депутаты законодательного собрания решили выйти с рядом инициатив. Одна из них областного уровня. Законодатели рассчитывают принять закон в мае. У нас действует на сегодняшний день закон, который запрещает сжигание травы. Поэтому мы на областном уровне просто ужесточаем вот этот закон, увеличиваем штрафы для тех людей, которые сжигают траву, сжигают мусор. Штраф планируем увеличить с трех, вернее до уровня от трех до пяти тысяч рублей. В настоящее время от 500 до тысячи рублей. Пал травы наносит непоправимый урон местной флоре и фауне, а гарят пожары, опасно для людей с заболеванием дыхательных путей. Бездумное сжигание травы чревато и бесконтрольным распространением огня, в результате чего страдают жители целых поселений. Неутешительная статистика и последние события в стране побудили депутатов Заксобрания Владимирской области выйти еще с одной инициативой, уже федеральной введения уголовной ответственности за пал травы. Сегодня она установлена исключительно в тех случаях, когда пострадали строения, а за вред природе предусмотрены только штрафы. Я считаю, что если люди вообще ничего не понимают и продолжают каждый год этим поджигательством заниматься, наверное, нужно уже и более строгие меры масштаба страны принимать, потому что, к сожалению, не только Владимирская область от этого страдает. Вот видите, по телевизору, там, Забайкальский край, вот этот пал травы переходит в мощнейшие лесные пожары, от чего, в принципе, и мы не застрахованы. Поэтому мы сегодня готовим законодательную инициативу в введение уголовной ответственности за вот эти преступления, наверное, их тогда нужно будет называть преступлениями, которые выражаются в пале травы и поджигании других видов растительности. Законодатели предлагают ввести порог в 3 гектара за ущерб именно на такой площади преступнику будет грозить уголовная ответственность. В остальных более мелких случаях воздействовать на злоумышленников будут штрафами.